Добрый день, меня зовут Виталий Егоров. Я расскажу про космос. Вообще, кто до объявления в газете и до этого знал, что такое зеленый код? Неплохо. Кто не знает, это мой ник в интернете, я пишу в блоге, он так и называется «Зеленый код», загуглить «Открыть космос зеленого кода» и все найти. Пишу уже, кстати, завтра. Завтра будет ровно 4 года, как я начал писать о космосе. Все началось с посадки марсохода Curiosity, которая произошла ровно 4 года назад. На следующий день, после посадки, я начал паблик вести, посвященный ему, и как-то, в общем, с этого понеслось. Сейчас я специалист по связям с общественностью российской частной космической компании «Даури Аэроспейс». То есть начал я как болельщик простой, находящийся в интернете, интересующийся космосом. Сейчас я уже нашел то место, где я могу пригодиться в непосредственной космонавтике, хоть, конечно, и крутить гайки космических аппаратов, мне не доверяют. Но какая-то польза от меня есть, за это мне платят зарплату. А в свободное от работы время я продолжаю заниматься популяризацией и, в общем-то, рассказываю не только про частную космонавтику, не только про частную космонавтику в России. В принципе, про всю космонавтику, что у нас творится или, как мы поговорим про будущее сегодня, ожидается в ближайшие годы. Что у нас интересного происходит в космосе, что у нас там летает, или заканчивает летать, или только собирается полететь. Ну, в общем, про это и поговорим. Если говорить о том, что у нас нормально видно, то как-то у нас с яркостью проблемы. Если говорить о будущем и о том, что сейчас развивается самое такое, к чему привлекается наибольшее внимание, это разработка многоразовых систем выведения в космос, то есть многоразовых ракет. Сейчас наиболее известны разработки компании SpaceX, вот здесь это моделирование их посадки, но реально они уже несколько ступеней. В первой ступени ракет таким образом посадили, то есть ракета взлетает, выводит полезную нагрузку на орбиту, и первая ступень этой ракеты возвращается и садится либо на баржу, таким образом, либо на посадочную площадку на Земле. Причем она умудряется возвращаться почти в то же место, откуда я стартовал. Это не единственный способ реализации многоразовых систем. Есть другие концепции. Например, конкуренты SpaceX из United Launch Alliance разрабатывают ракету Vulcan, у которой предполагаются многоразовыми только двигатели. В общем-то, сама по себе ракета – это большой бак алюминиевый, ну, два бака с окислителем и с галючим. А самая ценная часть внизу – это двигатели. И вот вариант спасать всю ступень – это одно решение проблемы, другое решение проблемы. Спасать только двигатели, поскольку они могут использоваться до десяти раз, как минимум. Проблема-то какая? В том, что все ракеты, которые взлетали до этого, они были одноразовые. То есть вся эта конструкция мега сложная, дорогая, там 60 и больше миллионов долларов, она одноразовая. Она взлетает, отрабатывает свою часть, вырабатывает все топливо и падает, разбивается на поверхность Земли. Ну, там вторая часть еще может сгореть, а первая ступень, вторая ступень может сгореть, первая ступень всегда у всех падала на Землю. Например, то, что стартует с Байконура, является основой бизнеса цветного металла на Алтае. У американцев проще – они построили заранее свой космодром Канаверал на берегу моря, и у них все падает в океан. И там копится. И как раз попытка прекратить это разбазаривание средств является разработкой многоразовых систем. Интересная идея у французов, у Airbus, вот эта компания, разработка Adeline, там тоже спасается двигатель. Но если в случае с вулканом он спускается на парашюте и его подхватывает вертолет с крюком, то у Adeline открываются маленькие крылышки и падающая часть ракетного двигателя, падающая часть большой ракеты превращается в маленький самолетик, который садится, в общем, самолетным способом на Землю. Похожая система разрабатывается в России, МРКС. Там к одной ракете есть, пристыковываются дополнительные разгонные, не разгонные блоки, а разгонные ступени, и они по сути своей являются крылатыми ракетами. У них ракета, точнее крыло в сложенном состоянии, пока они выводят, работают как ракетные двигатели, выводят ракету, потом отсоединяются, раскрывается крыло, и точно так же по самолетному система должна садиться. Ну, реально, ближе всего к успеху и к реальному применению, реальному спасению двигателей приблизились только SpaceX с их разработкой Falcon, и остальные все это оставляли на бумаге. Причем, если говорить вот про United Launch Alliance, про их разработку, они ее на бумаге просчитали уже в 2008 году, но не пустили в серию. И реально, если говорить о многоразовых системах, о перспективах многоразовых систем, при текущем сохранении уровня космической деятельности такие системы не нужны. Как ни странно, да, они снижают стоимость запуска, да, все это работает, это можно реализовать, но они не нужны. Все очень просто. Если, например, у SpaceX или у центра Хруничева российского есть 10 заказов в год. Если они сделают ракету, которая может слетать 10 раз, то она и будет летать все 10 раз, выполняя эти заказы, 10 заказов в год. Но при этом завод, производящий ракету, получается, уйдет просто в долговременный отпуск. То есть 2 месяца он может делать ракету, а потом уходить в отпуск на 10 месяцев до следующего года. С экономической точки зрения это необоснованно никак вообще. В похожую ловушку в свое время попала система Space Shuttle. Ее тоже самое там говорили о том, что вот она должна снизить стоимость, многоразовые системы это будущее. Но сейчас что Буран закрыт, что Space Shuttle закрыт. Там, конечно, оказалось, что эта система гораздо дороже, чем ожидалось, но и при этом даже на Space Shuttle, по их экономическим выкладкам, которые принесли в правительство и сказали, вот смотрите, вот так вот мы сделали дешевую систему, по их выкладкам Space Shuttle должны были делать 100 полетов в год. И тогда они бы сделали, в общем, все, что по их выкладкам, по крайней мере, они начинали окупаться. А реально получилось, что всего шаттлы слетали 136 полетов за все время существования с 80-го года. Сколько там получается? 29 лет, нет, 39 лет. И все это время, за все это время они сделали то, что по их предположению надо было сделать за год. То есть проблема оказалась та же самая. Есть система, но нет нагрузки. Есть система выведения в космос, но нет нагрузки. SpaceX, которые начали продвигать всю эту систему активно, они это прекрасно понимают. И у них, у инициатора этого проекта Илон Маск, у него задумка такая, глобальное переселение людей на Марс. Ну, может быть, не всех, но большое количество людей. То есть он лет 10 назад уже заявил о том, что готов строить на Марсе город на миллион человек. И чтобы их всех перевести, конечно, нужны ракеты, которым понадобится летать много и часто. Но это дела еще далеких времен, и вот в ближайшие 20 лет я бы не обещал полета человека на Марс. Просто хотя бы уровня лунного полета прилететь, отдать честь, сказать пафосные слова, поставить флаг и влететь. Даже такого я бы не обещал в ближайшие 20 лет, несмотря на то, что обещают и можно увидеть в прессе. Но и поэтому как раз вот SpaceX, они задумывают создание глобальной спутниковой группировки по предоставлению спутникового интернета. Сейчас, в общем-то, есть спутниковый интернет, но основные услуги предоставляются с геостационарных спутников, которые висят на расстоянии 36 тысяч километров. Это дорого, там очень большой пинг между тем, между обращением и откликом. И проблемы, в общем, есть. Они же собираются запустить низкоорбитальную группировку, которая будет летать близко к Земле, обеспечивая устойчивую связь, ну, в какой-то мере устойчивую. С Wi-Fi это, наверное, не сравнится, но с 3G, наверное, или с 4G, можно поконкурировать вполне реально. И есть одна проблемка. Для того, чтобы обеспечить глобальное покрытие интернетом, нужно около несколько сотен, а лучше пару тысяч спутников. И раньше это было непреодолимым препятствием, и никто на подобное не замахивался. Но сейчас появилось две компании, вот SpaceX и их конкуренты OneWeb, которые ставят перед собой такую задачу. И как раз у SpaceX есть фора в том плане, что они как раз, у них почти готово, ну, по крайней мере, они движутся к созданию вот такой многоразовой системы, и к этому же времени они подгадывают начало выведения вот этого огромного количества спутников. То есть им уже придется сделать больше 10 полетов в год, и их система начинает оккупаться. Но здесь очень хитро они делают и ракеты, и спутники для того, чтобы возить этими ракетами, и пытаются на всем этом еще и заработать. Но пока у них это получается, хотя они далеко не все планы реализовали. Если говорить про ракеты, то еще одно направление развития ракет – это создание тяжелых и сверхтяжелых ракет. Сейчас самая мощная ракета выводит 28 тонн на низкую околоземную орбиту. Это предел, потолок, выше которого реально сейчас не нужно ракет. Мощнее. И когда вспоминают про ракету «Сатурн-5», которая выводила 140 тонн, «Энергия», которая выводила 100 тонн, они кажутся фантастическими сейчас. Ну там, где 140 – в 70-е, в 60-е даже, и где 28 – в современность. Но реально больше 28 сейчас не нужно. Поэтому их и нет. Единственный смысл в создании более тяжелой ракеты, в разработке более серьезных таких систем – только если человек летит дальше околоземной армии. Сейчас человек висит на высоте 400 километров, ну не висит, конечно, летает на МКС, но выше люди не добирались уже очень давно. Там, по-моему, 500 километров был достигнут предел, когда ремонтировали телескоп «Хаббла». Вот все. После лунной миссии люди дальше 500 километров от Земли не летали. И сейчас разработка сверхтяжелых ракет возвращает задачу прошлого – полет человека дальше околоземной орбиты. На Луну, американцы про астероид говорят, и в перспективе уже не такой отдаленный, как казалось бы, не такой фантастический Марс. С этой целью американцы разрабатывают ракету СЛС – Space Launch System. Китай в это же время тоже медленно, но уверенно движется к полету Тейканафта на Луну. Они не обещают это в ближайшие 10 лет или еще что-нибудь подобного, но последовательно решают все задачи для того, чтобы сделать возможным этот полет. И разработка вот их великого похода 9 ракеты – это один из шагов в этом направлении. Просто для примера, для сравнения, диаметр этой ракеты должен быть около 10 метров. То есть это, наверное, вот как досюда-досюда, около того. То есть это реально гигантская конструкция должна быть. И ближе всего к реализации сейчас ракеты Falcon Heavy, ее тоже SpaceX делают, ее мощность должна быть порядка 50 тонн на низкую околоземную орбиту. Еще сложно назвать сверхтяжелой ракетой, но если тяжелые ракеты современные – это 28 тонн, 20-28, то 50 – это уже, наверное, сверхтяжелая. Но до стата она не доберется, конечно. В России, в общем, задача ставится поскромнее, про Луну не забывают, но предполагают решать ее несколькими пусками. И вот ангара, опять В, она должна быть, по-моему, там около 35-37 тонн выводить. И до Луны она сможет довести людей до орбиты Луны и вернуть, если их запускать две, если их запускать четыре с разными компонентами системы. Вот это позволит обеспечить посадку человека, посадку россиянина на Луну и возвращение на Землю. Ну, реально таких задач пока не ставится, но, как Роскосмос говорит, нужно обеспечить возможность полета на Луну к 30-му году. То есть ракету сделаем, а полетим или не полетим – еще подумаем. Я думаю, тут больше зависеть будет от курса нефти, чем от какого-то реально желания главы Роскосмоса или желания космонавтов лететь на Луну. Так-то они все с радостью готовы и туда, и на Март добраться. Но не все следует их желаниям. Так, вот здесь сложное изображение, составленное из большого количества космических аппаратов. Я здесь попытался дать такой обзор того, что у нас сейчас творится в Солнечной системе. Все-таки вокруг Земли мы не будем разбирать все спутники, описывать их, потому что их там порядка 400 штук летает, и это затянулось бы у нас. За пределами околоземной орбиты, там у Луны и дальше, космических аппаратов поменьше. Ну, я об одних из самых интересных пробежимся. Вокруг Луны продолжает работу с 2009 года аппарат ЛРО «Лугвар Рекордисенс Орбитер», который фактически сейчас дал нам возможность увидеть поверхность Луны в качестве лучшем и более полном, чем мы можем увидеть поверхность Земли. В Гугле нам доступна поверхность спутниковая съемка Гугла примерно полметра, разрешение полметра. В общем-то, то же самое сейчас доступно и с Луной. Правда, в Гугле есть крупные города, уже отснятые аэрофотосъемкой, там детализация повыше, конечно. Но вот спутниковая съемка покрывает, ну, даже далеко не везде она еще покрывает в полуметровом разрешении Землю, а Луна такая есть уже вся, и мы можем ее изучать, рассматривать. В общем, это все данные в открытом доступе, можно найти и смотреть все, что вам хотелось дойти. Там пирамиды, инопланетные города, базы инопланетные. Ничего этого там нет, но попытаться искать, конечно, можно. И ЛРО, в общем, дает нам такую возможность. Недавно, вот в начале июля, к Юпитеру прилетел космический аппарат Джуна или Юнона, который будет изучать Юпитер. Но там с фотками поскромнее, они выкладывать будут далеко не все, полные картографии у него задачи не ставятся. Там более глубокие научные задачи, там изучение гравитационного поля, сканирование радарами, атмосфера Юпитера. В общем, здесь главная задача понять, что у него внутри, как внутри происходят процессы, которые представляют, проявляются на внешней поверхности, в виде таких вихрей, которые мы наблюдаем. Там можно, какие-то детали Юпитера можно наблюдать даже в небольшой телескоп. Там полосы его, чуть телескоп побольше взять, большое красное пятно можно увидеть. Как вот недавно там прошла новость о том, что Юпитер такой большой, что может себе позволить не вращаться вокруг Солнца. Реально это так. То место, вокруг которого вращается Юпитер и Солнце, выходит за пределы Солнца. Так называемый центр масс. Например, Луна точно так же не вращается вокруг центра Земли. Они вместе вращаются вокруг центра масс, которые находятся где-то между центром Земли и краем, ну и поверхностью Земли. А у Юпитера получается, что вот этот центр масс выходит за пределы Солнца. И Юпитер шатает, в общем, Солнце своим вращением, своей гравитацией. Благодаря этому, кстати, есть способ обнаружения других планет у других звезд. Когда мы можем наблюдать звезду, если видит ее слабое колебание, предполагается, что вокруг нее вращаются планеты, которые точно так же шатают ее своим гравитационным воздействием. Ну, с Юпитером реально к нему уже прилетал один космический аппарат в 90-е годы, Галилео. Но он больше внимания уделял спутникам. А про будущее Юпитера и будущее изучение Юпитеров спутников мы еще поговорим. Там самое интересное – это Европа. Спутник на глубине, у которого есть жидкий океан, в котором потенциально возможно жить. Но сейчас больше всего усилий прилагается по поиску жизни на Марсе. И, кстати, Марс – это самая изученная и изучаемая планета, кроме Земли. Ну, с Луной она еще может по изучаемости или по изученности поконкурировать. Наверное, Луна победит, но все-таки Луна – неполноценная планета. Поэтому сейчас конкуренцию выигрывает Марс. Вокруг него вращается пять и уже шесть космических аппаратов. Большая часть американские. Американская – есть один европейский. Сейчас второй летит. Российско-европейский проект «Экзомарс». Вот в октябре должен прилететь. Мы тоже про него еще скажем. А, нет, вот он, кстати, тут изображен. Ну, понятное дело, мы не особо его рассмотрим. «Экзомарс» – это такой двойной проект. Там еще предполагается вторая часть в виде марсохода, который полетит в 2020 году. Но до этого времени еще надо дождаться. Сейчас вокруг кометы «Чуревого Герасименко» вращается космический аппарат «Розетта». Я его здесь не разместил, потому что его работать осталось почти чуть больше месяца. Потом он, его попытаются, ну так, они так говорят, положить на поверхность кометы. Но реально там непонятно, что с ним произойдет. Может быть, он размажется, а ее поверхность. Ну, в общем, космический аппарат, который долго летал вокруг ядра кометы. Потом ученым это надоело, они узнали все, что надо. А корабль может летать дальше, и они думают, что с ним делать. Долго думали, что с ним делать. Либо отправились в дальний полет куда-нибудь самостоятельный. Но потом решили, что все-таки, ну ладно, хватит с ним. Поигрались и хватит. Поэтому они его положат на комете, и он там останется навсегда. А если там комета не взорвется или не столкнулся с чего-нибудь. Ну, это хотя маловероятно. Примерно похожая история предстоит космическому аппарату «Доун». Насовскому переводится как раз «свет», который сейчас работает в поясе астероидов. Он посмотрел самый большой астероид – Весту. И сейчас работает вокруг самого большого тела в поясе астероидов, который уже не является астероидом, а является карликовой планетой – Циреврой. Вот он сейчас работает на высоте порядка 300 км над поверхностью. Но когда время его придет, где-то к концу этого года или к началу следующего, его точно так же уронят на поверхность. Может быть, с большим размахом, чтобы он там разлетелся на куски. Ну, это делается для того, чтобы, если какие-то бактерии на его поверхности сохранили возможность для жизнедеятельности, вот такой громкий удар на поверхность должен их уничтожить, чтобы избежать заражения земной жизнью поверхности инопланетных тел. Есть такое требование, которое введено, наверное, было под давлением фантастических произведений типа «Войны миров» или «Марсианских хроник», где земные организмы уничтожили инопланетные микроорганизмы. И вот с тех пор считается, что нельзя такого допустить, хотя до конца, в общем, нигде, в общем-то, другую инопланетную жизнь так и не нашли. Вот здесь мне изображен космический аппарат «Кассини». Он уже ветеран, он работает с 90-х годов вокруг Сатурна. Снимает шикарные кадры, можно найти почти все красивое, что можно найти с орбиты Сатурна, про Сатурн, про его спутники. Это все «Кассини». И он точно так же работает уже долго, и его где-то, наверное, еще до 20-го года собирают все похоронить. То есть точно так же он продолжает работать, он может продолжать работать, но ученые считают, что узнали уже достаточно, и, в общем, деньги-то тратить на поддержание этой научной миссии уже нецелесообразно. Они подобное пытались сделать марсоходом «Оппортюнити», который 14-й год колесит по Марсу, у которого почти не работают все научные приборы, кроме фотокамер. И они сказали, ну, наверное, надо его отключать. И там просто американская общественность настолько влюбилась в этот марсоход, что она подняла бучу, и они сказали, ладно, 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 мы не будем его трогать, пусть пока работает. Вот. Ну, сейчас он как раз здесь изображен, «Оппортюнити» здесь нет, здесь изображен на Марсе марсоход «Кюриосити». Вот он четвертый год, уже пятый, получается, с сегодняшнего дня. Пятый год у него пошел, продолжает работать. На этих выходных он заложил пробную скважину. Днем с ней в понедельник, когда начнется рабочая неделя, они продолжат эту работу, и, в общем, я думаю, будут продолжать еще лет 15, потому что энергии ему должно хватить, если только колеса не отвалятся там или еще что-нибудь, но пока крутится. Вот, про будущее, да, если про Марс говорить, здесь, конечно, интересно дождаться проекта «Экзомарс», где я сказал, что марсоход «Кюриосити» заложил, пробурил скважины, заложил вот еще одну, глубина бура марсохода «Кюриосити» 7 сантиметров. Это в 14 раз больше, чем у предыдущего марсохода, которого было полсантиметра. Но все-таки многим кажется, что 7 сантиметров – это мало. Я, конечно, в таких случаях говорю, что важно не размер, а умение использовать. Но у «Экзомарса» будет 2 метра. Здесь, конечно, вне конкуренции, но он должен полететь вот только в 2020 году. Его еще к 2018 году готовили, но поскольку это проект российско-европейский, я так понимаю, у них много времени было потрачено на то, чтобы перевести документацию. Насколько изначально это европейский проект, они все стали переводить на русский, на этом потеряли несколько лет, и получается, что в 2018 уже не успевают. Полетят в 2020. Его задача будет, в общем, задача как поиск жизни на других планетах, называется экзобиология, внешняя биология. Его задача, в общем, название «Экзомарс» напоминает как раз об этой самой деятельности. Его задача конкретная – найти жизнь марсианскую, но при этом у него не будет приборов, собственно, для микроскопов, чтобы попытаться бактерии или смотреть. Он будет это решать другими методами, спектрометрическими, но, скажем, он сможет найти более убедительные доказательства в пользу марсианской жизни, если она там действительно была или есть. Но два метра здесь, конечно… Главное, в чем разница между двумя метрами и семью сантиметрами? Дело не в том, что там что-то на глубине может сохраниться, потому что динамика там эрозии, грунта позволяет там какие-то глубинные слои вывести наружу, и, в общем-то, марсианскую периодию сейчас там и работает. Проблема в космической радиации, которая может разрушать сложные органические молекулы до каких-то простых соединений уже неорганических, и даже если там и были какие-то бактерии, на глубине до пяти сантиметров их точно за миллиард лет уже не осталось. Чуть больше, видите, потому что семь сантиметров вы выбрали, потому что американцы посчитали, ученые сказали, вот пять сантиметров там искать нечего. Глубже искать еще можно. И вот они выбрали семь сантиметров. Два метра, конечно, это гораздо надежнее можно сохраниться от радиации, поэтому шанс повышается. У Америки тоже есть проект на 20-е годы. Марсоход очень сильно похож на марсоход Curiosity, но у него другое научное оборудование. Сейчас они обсуждают, до этого они объявляли, что главной его задачей будет сбор образцов и подготовка их для доставки на Землю. Потому что на Землю пока образцы с Марса на Земле есть, но это метеориты, которые взлетели с Марса когда-то миллионы и миллиарды лет назад, когда на Марс падали большие астероиды, мусор влетал в космос, миллионы лет летал в космосе и, в конце концов, какая-то часть из них падала на Землю. Такие метеориты на Земле есть марсианские, они уже определены как марсианские. Но все-таки время, проведенное в космосе, смогло серьезно изменить их структуру, и задача доставки с Марса на Землю образцов марсианского грунта, они есть. На Луне, с Луной этот вопрос решен еще в конце 60-х, в конце 60-х, в 70-е годы, а с Марсом пока еще не решен, и это дело, в общем, будущего. Даже, собственно, проект ФОБОС Грунт, российский в 2011 году, который полетел, но не долетел, он практически предварял собой вот эту задачу. Потому что считается сейчас, что ФОБОС, спутник Марса, это точно так же выброшенный с поверхности Марса грунт в результате какого-то колоссального столкновения. То есть ФОБОС, это такой, доставка грунта с ФОБОСа гораздо проще, потому что с ФОБОСа взлететь и улететь в сторону Земли гораздо проще. И это такой способ урвать кусок Марса на халяву. Но если бы ФОБОС грунт нормально слетал, то за ним полетел бы Марс грунт. И в России был такой проект, и где-то, наверное, сохраняется еще в архивах. Но, поскольку ФОБОС не полетел, поэтому и у Марса тоже нет. В общем, перспективы все закрылись практически, и оказались отложены на десятилетия. У американцев, в общем-то, тоже пока нет проекта доставки. То есть он что-то на бумаге посчитан, но реально не финансируется. То есть в идеале, точнее не в идеале, а как получается, вот этот марсоход должен был пройти по Марсу, насобирать образцы, собрать специальную банку и оставить ее в чистом поле. Чтобы потом, когда-нибудь, кто-нибудь прилетел и забрал ее. И здесь как раз у меня мысль была такая, что у них есть технологии сбора образцов, у нас есть технологии доставки с Марса образцов. Так почему бы не скооперироваться? Они бы подготовили эту банку, прилетел бы наш аппарат, забрал ее и отвез. Но на самом деле не исключена такая возможность. Но это пока даже в планах нигде не проговаривается. И если что-то подобное будет реализовано, то лет через 20 дней раньше. К сожалению, конечно. Но мы пойдем дальше. Если говорить про Луну и российские проекты, здесь более-менее определено. Три станции на ближайшие 10 лет профинансированы, в государственную космическую программу включены. Все. Их Роскосмос обязан выполнить до 2025 года. Но в эту задачу входит посадка так называемого демонстратора. Там есть будут научные приборы, но реально это будет обучение специалистов садиться на Луну. Казалось бы, зачем учиться? У нас на холоды садились. Все это уже было. Но это было тогда. Те люди, которые реально реализовывали эти полеты, сейчас уже на пенсии в лучшем случае. Ну там единицы какие-то еще остаются. На предприятии Лавочкина, которая занималась этой задачей тогда и занимается сейчас. Но реально поколения сменились. Времена прошли те. И реально в таких сложных вещах приходится учиться заново. Вот на Луне 25, она примерно вот так выглядит. Если там удастся вообще разглядеть. Не, вы нормально видно. Вот. Это такой посадочный модуль. Его уже на Максе показывали. Такая здоровая штука. Она должна научиться, позволит научиться садиться на Луну. Луна 27, старое ее название «Луна-ресурс», она уже должна не просто сесть, но по одному из вариантов пробурить примерно на несколько метров в глубину. Причем бур будет скорее всего использоваться такой же, как на Экзомарсе. То есть это уже совместный проект России и Европы. И Луну тоже бурили уже. И на два метра в глубь. Но здесь интерес представляют полярные области Луны. Там, где сейчас определена высокая концентрация воды. Ну высокая концентрация по лунным меркам это примерно 10%. Вот в обычном бетоне, сухом, там концентрация воды примерно 5%. С Луной 10% это уже много. Но это действительно больше, чем где-то там еще. И сейчас на полярной области присматриваются как самым потенциальным местом для строительства лунной базы. Про лунную базу пока только говорят. И насчет строительства тоже еще не понятно. Но в перспективе, я думаю, в ближайшие полвека реально увидеть или хотя бы заставить начало строительства этой базы. И скорее всего, ее будут строить на полюсах. Чтобы узнать, что там действительно на полюсах, что из себя представляет эта вода. То есть сейчас мы знаем только концентрацию. 10%. В каком она виде? В виде льда? Или в виде химических соединений в грунте? Никто не знает. И вот задача лунной ресурса, лунной 27, как раз есть, пробуриться. Причем там хитрая должна быть буровая система. Она должна бурить медленно. Так, чтобы грунт не нагревался. Чтобы если там лед есть, чтобы он не испарился от нагрева. А то так начнешь бурить, оно все улетит и ты не найдешь воды. Задачей будет ей очень хитрое бурение, чтобы остались вот эти образцы. И возможно будет еще 28-я миссия, которая привезет такие же образцы на Землю. То есть 27-я, скорее всего, пробурит и изучит на месте, совместно с европейцами. Они еще обсуждают сейчас, наши ученые, европейские. Либо две делают, либо одну. То есть это еще дискуссионно. И все может измениться. Но идея именно такая. Привезти вот этот лунный лед на Землю и посмотреть, что он из себя представляет. Можно ли его как-то использовать. Нет ли там каких-нибудь соединений, опасных для человека. Ну, в общем, это такая роботизированная прелюдия перед колонизацией Луны. И хотя бы строительством там научной базы. Ну, 26-я Луна – это спутник, который должен снимать поверхность. Точно также изучать грунт, в том числе и содержание воды. Ну, для России это, в общем, тоже новизна. Потому что с 70-х годов на Луну у нас ничего своего не улетало. Есть что посадить на Луну, что запустить спутник вокруг Луны. Для сегодняшнего Роскосмоса это все новизна. Но, правда, есть одна проблема. Луна-25, как я сказал, эти все три миссии включены в федеральную космическую программу 16-го, 25-го года. Есть проблемка. Роскосмос далеко не всегда выполняет свои обещания. И Луна-25, она была в федеральной космической программе на 2005-2015 год. То есть Роскосмос точно так же был обязан ее запустить до 2015-го года. или исключительно с 2015-го года. Но не запустил. По разным причинам. На мой взгляд, одна из причин как раз Фобус Грут. После его падения все бросились критиковать Роскосмос, нарисовали кучу демотиваторов. Роскосмос обиделся. И теперь, не официально, конечно, там глава Роскосмоса не написала резолюцию, я обиделся. Но реально получилось так, что у них получился своеобразный такой внутренний заговор, что ли можно его назвать, по отсрачиванию или оттягиванию сроков запуска. То есть все по разным причинам делают все возможное, чтобы на него не ложилась ответственность за этот запуск. Потому что все знают, что будет, если он упадет. На Фобус Грут, все этого уже надеялись. Но реально никто не знает, что будет, если все долетит. То есть опыта успеха практически нет. И не представляет. То есть, например, глава Роскосмоса придет к Путину и скажет, дай денег на Луну. А если вы упадете? И все знают, что будет, если упадут. И главе Роскосмоса нечего ответить, что будет, если все полетит нормально. Он, наверное, может что-то говорить, авторитет, все остальное. Но реально привести в пример, что вот успеха нет. Точнее, реально успех-то как раз есть. Например, есть проект «Радиоастрон». Феноменальный успех. Я буквально недавно про него писал, общался с учеными. Это проект, благодаря которому Россия сейчас является лидером в радиоастрономии. Радиотелескоп, который летает в космосе, который позволяет получать данные, которые недоступны никакими телескопами, радиотелескопами с Земли. Он работает в паре «Космос плюс надземка» и весь мир, практически все крупнейшие радиообсерватории мира работают с нашим радиоастроном. И получают данные, которые никогда бы без него не получили. Это безусловный успех. Но никто о нем не знает. И никто о нем не говорит. То есть там вот пятилетие проекта было на «Роскосмосе», там выпустили пресс-релизку. Вот пять лет, мы молодцы. Ну вот все знают Хаббл, да? Он классные фоточки делает, поэтому все его знают, там фильмы про него снимают. А вот сделать что-то подобное про радиоастроном не получается, потому что он не делает красивых фоточек. Он делает науку, которая в графиках только выстраивалась. У них есть там несколько картинок, но реально нужно еще очень долго объяснять, что на них изображено, чтобы реально сказать, что смотрите, как круто, чтобы люди поняли, о, ничего себе, как круто. Так покажешь картинку, ну пятна какие-то, ну да, желтые, синие и все. Вот. То есть это проблема есть, что все знают, что будет, если будет плохо, но никто не знает, как сделать, даже если добиться успеха, нам нужно еще и рассказать о нем, как об успехе. И даже этого пока не очень получается. Вот. Так что в этом проблема, но я надеюсь, все-таки сейчас как раз реформа «Роскосмоса» началась, новые люди пришли, и это, в общем-то, хорошо. У этих новых людей нет прежнего опыта с тем же фобосом-грунтом. То есть они еще не знают, что это такое, когда про них рисуют демодиваторы и всякие там мемчики. Поэтому шанс на то, что они решатся все-таки выше. И у меня, на самом деле, большие надежды на эту реформу, на этих людей. Ну, посмотрим. Там даже пиарщики появились нормальные, они занялись работой. Но когда им говорят, что это такое, почему плохо пиарите, почему вот у нас вот-вот-вот, а у вас там всего что-нибудь одно, они говорят, ну, извините, у нас 300 человек в первой отделе работают, а у нас 10 человек, делаем, что можем. Но они реально много что делают, но там еще очень много чего надо делать. Ладно, пойдем дальше. У Америки сейчас самое амбициозное, амбициозное и серьезное, обнадеживающее на этот проект межпланетный – это Европа. У нее нет конкретного названия. Задача этого спутника – это лететь до Юпитера, выйти на его орбиту и летать вокруг Европы. Европа – это ледяной спутник. На поверхности он полностью покрыт горкой льда. И эта горка, по разным оценкам, от 20 до 100 км толщиной. А глубже идет жидкий океан из воды. Это уже сейчас известно. Неизвестно было, как пробуриться через эту горку. Есть даже фильм такой фантастический «Европа-рекорд». Он такой, третий сорокный. В общем-то, я бы не рекомендовал его смотреть, если больше нечем. Но если большие ценители космической фантастики – можно. Но там реально просто ради идей того, чтобы посмотрели, как корабль прилетел на Европу. И придумали всякие экзотические методы. Самый элегантный, который мне нравится больше всего – это доставить на Европу ядерный реактор и положить его на лед. Он горячий, и он должен был просто под собой протопить лунку до дна. И в эту лунку, предполагаю, можно запустить подводную лодку, которая там могла бы понырять и передать какое-то видео наружу. Ну, сто километров, даже двадцать километров. Вон, в Антарктиде, на озеро Восток фактически бурили скважину лет двадцать, наверное. Там, правда, даже больше, наверное. В 80-е годы, тогда я еще, наверное, не умел читать, а вот в 90-е годы я находил журналы 80-х годов. И читал о том, что вот почти добурились до этой скважины, вот скоро-скоро добулимся. А скоро-скоро добурились они в 2014 году. Ну, там были другие проблемы, не связанные с тем, что сложностью бурения, но все-таки там пять километров на Земле, а здесь двадцать километров на Юпитере, на орбите Юпитера. И не знали, что делать. Потом оказалось, при помощи наблюдения как раз с Хаббла, наблюдение Европы, оказалось, что в какие-то моменты на Европе трескается лед, и сквозь эти трещины прорываются такие гейзеры воды. Собственно, сами гейзеры не увидели, но увидели повышенную концентрацию водяных паров на одном участке возле Европы. И оказалось, подняли старые данные, оказалось, что такое происходит примерно раз в двенадцать лет или раз в восемь лет. В общем, с таким большим перерывом и до конца непонятно, когда именно произойдет следующее. Но все-таки поняли, что в принципе добраться до этой воды реально. То есть сейчас достаточно запустить туда спутник, который будет летать вокруг Европы, и ждать, когда произойдет очередной всплеск, выплеск воды. И надо просто пролететь через это облако, собрать образцы, и, может быть, хотя бы рыбу в лето найдется, которая выделена в эти гейзеры, но хотя бы понять состав этой воды, понять потенциальную возможность жизни в этом океане. И вот как раз в двадцать четвертом году должна полететь эта миссия, ждать долго, она очень сложная. Они еще даже не решили, будут ли они что-то туда на поверхность бросать, там какой-нибудь ударный зонд, который может хотя бы на несколько метров вглубь войти и передать какие-то данные. Они еще это обсуждают. Но уже достаточно серьезные деньги под это выделены, и вероятность того, что все это полетит достаточно высокая. Но вообще вот сейчас мы живем в таком времени, в 90-е часть запускалась, в 2000-е много всего запускалось межпланетного, а в следующие годы очень мало всего будет запускаться. Там американский будет «Азирис», японская вот «Хайбуса» полетела, и вот Европа, и все. Вот сейчас «Розета» похоронят, дом похоронят, и у нас очень мало чего останется в Солнечной системе. Тут только что вот у Луны, у Марса еще останется. А все что-то дальше, ну вот да, я здесь не упомянул еще из прежнего, «Новые горизонты». Аппарат, который должен был проработать, летел шесть лет, чтобы проработать один день, пролетая мимо Плутона. Он пролетел мимо Плутона, до сих пор передает данные, и его работа еще не закончена. Он должен еще встретиться с одним или с двумя астероидами в поясе Койбера. Фактически это будут самые дальние от Земли и от Солнца космические дела, которые увидит человек. Ну вот, через год-два, по-моему, через год уже ближайшая встреча. Посмотрим, что он там увидит. Так, стоп, обратно вспомнил. Из российских самых интересных миссий, которые я жду в ближайшие десять лет, это повторение «Фобоса Грунта». Сейчас они ушли, на самом деле, от этого названия, потому что там «Фобос Грунт», «Фобос в грунт», все это было много всего народного творчества придумано на этот счет. Они его переименовали в «Бумеранг». Почему «Бумеранг»? Потому что «возвращается». Но потом им поскромно... Кто-то, видимо, умный подсказал, что «Бумеранг» возвращается только если не попал в цель. Тогда они решили отложить на потом подобные упражнения в наименовании, и в федеральной космической программе он сейчас прописан под скромным названием «Экспедиция М». Они очень мало про него говорят, но реально это «Фобос Грунт-2». И если говорить, если мы хотим, чтобы в России была межпланетная космонавтика, этот проект нужен. Он очень сложный. То, что его собрались запускать в 2000-е и запустили в 2011-м, это на самом деле чудо. Такие серьезные миссии вот таким образом не решаются. Там катастрофически мало финансирования было. То есть НАСА за такие деньги только в лучшем случае конструкторскую документацию бы подготовила. Ни одного винтика реально не купила бы и не закрутила. Там порядка 200 миллионов долларов. Для НАСА для миссии вот такой сложности – это копейки. Если бы НАСА подобное дело, его бы стоимость была миллиарда полтора, наверное. Потому что это реально крайне сложная задача, состоящая из огромного количества этапов. То есть отлететь с земли – это самое простое, что было, что стояло перед этим аппаратом. И то он с ним не справился, конечно, к сожалению. Но долететь до ФОБОЗа, сесть, набрать грунт, изучить его там, стартовать с ФОБОЗа, долететь до земли и уронить его в нужное время, в нужном месте. Еще так, чтобы оно все не разбилось и не сгорело во время спуска. Это очень сложная задача. Которая, ну вот реально, вот так вот. Давай сделаем, сдавай. Ну не решается. Это все-таки должны быть какие-то там несколько этапов, предварительные запуски. Ну и вот люди, которые даже на ФОБОЗе Грунте первом научились, они сейчас практически многие из них уволились. Потому что на них все повесили собак на Роскосмос, Роскосмос повесил всех собак на НПУ Лавочкина, а в НПУ Лавочкина всех собак повесили на этих ребят. То есть практически весь опыт, который был накоплен за время разработки ФОБОЗа Грунта-1, сейчас, ну не то чтобы утерян, но эти люди работают уже в других местах. И это совсем неправильно. Потому что реально нужно было прямо тогда, когда они уронили первый, нужно было прийти и сказать, а мы будем запускать второй, мы начинаем над ним работать. Теперь мы знаем, как не надо делать, и мы сделаем так, как надо. Ну вот тогда не хватило на это политической воли у руководства Роскосмоса, сейчас там уже другое руководство, я надеюсь, они все-таки соберутся и сделают это. А задача действительно амбициозная и очень сложная. На сегодня, наверное, реально даже Китай не смог бы решить, то есть это возможно либо США, либо Россия. Никто в мире сейчас подобного не сделает. А если говорить про будущее и про развитие, в принципе, исследования космоса, то здесь большую роль, мне кажется, я надеюсь, что это произойдет, будет отведено в исследованиях Солнечной системы и, по крайней мере, ближайших тел Солнечной системы, малым космическим аппаратом. Сейчас это только-только начинается. Вот здесь изображен проект насовский, даже не насовский, а студенческий проект спутника, который вот здесь он показан практически в реальном размере, один к одному. Но если, стоп, если Фобос грунт, это вот, наверное, под потолок будет, то вот этот проект вот реально вот такого размера. Сейчас такие спутники запускаются и летают вокруг Земли. В общем-то, у меня на работе в Таурии два таких спутника, практически точно таких же, по размерам-то точно и по габаритам, лежат в сборочной комнате и вот в конце года должны полететь. Здесь запускать их дальше околоземные орбиты пока никто не решался. Но в будущем, я надеюсь, все-таки решаться. И вот это как раз первый проект. В конце 2018 или 2019 году десяток таких спутников должен полететь к Луне и получить какие-то данные либо о том, как они там могут работать, либо какие-то данные о Луне, собственно. Ну, разработка этих систем, она выгодна и интересна тем, что, во-первых, они легче, соответственно, их можно одной ракетой запустить больше или быстрее или дальше при тех же затратах. И они на порядок дешевле. Даже вся разница в том, что здесь, в таких системах, это так называемая система Кубса, здесь применяются индустриальные компоненты. То есть, ну, скажем, не те, которые в наших ноутбуках используются, но те, которые используются для авиации, для станкостроения, для автомобилей промышленности. То есть, они гораздо дешевле за счет своей массовости, доступности и строительства космических аппаратов из некосмической электроники. Это вот идея и, в общем, популярная тема в последние 10 лет, и она работает. То есть, спутники на околоземной орбите, по крайней мере, работают годами. И уже сейчас поставляют данные. Есть компания, в которую вложили порядка 170 миллионов долларов, которая собирается запускать вот таких спутников, даже в половину вот таких спутников. А, ну, мы-то еще в конце про это поговорим. Мы запускаем вокруг Земли и создать обновляемый почти каждый день аналог гуглокарт. Сейчас гуглокарты достаточно редко обновляются, там, раз в полгода какие-то, какие-то еще реже. Они хотят запускать кучу этих спутников. Больше 50 штук у них уже летает. Но они, правда, недолго летают. Выводили они их уже штук 200, вот сейчас летают штук 50. Можно на planet.com, можно зайти на их сайт, посмотреть красивые фоточки. И вот подобное же запускать на Луну, на Марс и далее, это, в общем, будущее. Это развитие технологий и, в общем, практики исследований Солнечной системы. Если говорить про астрофизику, про изучение Вселенной и снова мощные и сложные проекты и сверхдорогие проекты, то есть здесь надо выделить телескоп Джеймса Веба. Джеймс Веб Спейс Телескоп. Это аппарат, который должен заменить собой Хаббл, и он должен открыть новый взгляд на всю Вселенную. Такой взгляд дал телескоп Хаббла. И у него, для сравнения, у него диаметр зеркала 2,5 метра. И он долгое время оставался телескопом, который являлся самым мощным в мире. Сейчас есть телескопы, которые мощнее его на Земле, но Земли, поскольку атмосфера мешает, нужны им телескопы диаметром 8 метров или больше. У этого 2,5 метра, и он по-прежнему может втягаться с ними по многим параметрам. У этого телескопа диаметр 6 метров. То есть почти в 3 раза больше Хаббла, и он сможет увидеть гораздо больше, и гораздо дальше, и гораздо четче. С ним, я думаю, начнется новое направление в науке, такое как картография экзопланет. То есть сейчас экзопланеты только косвенными методами находят у других звезд. Планеты, которые вращаются в других системах, их называют экзопланеты. Сейчас их подтверждено уже, наверное, больше двух тысяч, но при этом физически увидели единицы из них. Порядка десятка планет смогли непосредственно в телескопе увидеть. Все остальное получено косвенными методами. Как я говорил, когда планета шатает звезду и тому подобное, есть ряд других методов. Но вот увидеть физически удалось единицы планет. Вот с таким аппаратом, я думаю, можно увидеть гораздо больше, и, возможно, на самых ближних из них, самых больших из них, мы увидим детали поверхности. Может быть, полосы, как на Юпителе, или материки, как на Земле, но это пока можно мечтать. Но реально его возможности будут гораздо шире, и даже сложно представить, на самом деле, что мы сможем увидеть, но стоит ждать его полета. Его обещают на 2018 год, но поскольку очень сложный и дорогой проект, и в него уже, по этому, то ли 6, то ли 8 миллиардов долларов вложили, он еще никуда не полетел. Может быть, снова сдвинут, но до 2020 года, я думаю, полетит. Если говорить про российские проекты, здесь самый амбициозный проект «Миллиметрон» — это упоминаемый «Радиоастрон» был, это похожий проект, но здесь хитрость его в большом теплозащитном экране. То есть датчик, который принимает сигналы, чем его сильнее охладить, тем больше и четче сигналы он будет принимать. И если у «Радиоастрона» датчик охлажден примерно до температуры минус 70 градусов Цельсия, то у этого будет датчик минус 269 градусов Цельсия. То есть на 4 градуса выше абсолютного ноля. И как раз этот многослойный тепловой экран должен предназначен быть для этого. В общем-то, похожий тепловой экран есть и у Джеймса Веба. Вот это именно тепловой экран, хотя внешне он похож на старт достроенных «Звездных войн». Я думаю, неспроста они, видимо, все-таки как-то вдохновлялись чем-то. «Миллиметрон», к сожалению, вот в Джеймс Вебе будет тоже классные фоточки делать, «Миллиметрон» не будет классных фоточек делать, потому что это снова радиотелескоп в миллиметровом диапазоне. Но вот опять эта проблема, что делается крутой телескоп, который не будет делать классных фоточек. Но при этом точно так же он должен позволять в своем диапазоне видеть так далеко, так глубоко и с такой высокой резкостью, о которой сейчас астрономы могут только мечтать. И мечтать им, к сожалению, придется долго, потому что вот этого телескопа в Федеральной космической программе до 2025 года нет. Есть некое финансирование на его разработку заложено, но полететь он не должен. Так что ждать придется до 30-го и до 30-х годов. К сожалению, придется ждать еще долго и только надеяться на то, что радиоастрон еще позволит работать долго и успешно. Вот. Если говорить про пилотировую космонавтику и про планы и России, и других стран, то сейчас в космосе работает большая международная космическая станция. Международная она, там много народов, но не все. Китайцев туда напрошли пускают, поэтому там Россия, Япония и Европа. Ну, иногда другие там прилетают в гости, но основные участники, вот Россия, Япония и Европа, ну и США, конечно, вот этот, на троих, нет, на четверых, получается, сбросили и построили себе космическую станцию. Она будет работать где-то до 2024 года. Сейчас согласились продлить ее до 2024 года, хотя изначально был уговор на 2020 год, но сейчас решили сдвинуть. Можно потом еще дальше сдвинуть, и очень велика вероятность того, что еще дальше сдвинут. И эксплуатацию. Но если не сдвинут, то в ближайшие годы мы можем ждать, в ближайшие годы после 2024 года, мы можем ждать появления российской национальной станции и американской частной космической станции. Про российскую станцию заговорили тогда, когда поняли, что на Луну денег не хватает. Но тогда сначала, там даже интересно просто посмотреть динамику стоимости нефти и планы Роскосмоса. 120 долларов за баррель мы летим на Луну. 80 долларов за баррель мы строим космическую станцию. 40 долларов за баррель нам бы как-нибудь не растерять то, что у нас сейчас есть. Вот. Вот если будет 80, тогда, когда решат избавляться от Международной космической станции, россияне отделят свой сегмент, достроят его необходимыми компонентами, и будет своя космическая станция. Сейчас такая возможность прорабатывается. Там есть технические сложности в этом направлении, есть финансовые большие, потому что очень сложно объяснить, нафига она нужна. Сейчас много чего сделано на МКС. Но вот недавно слышал выступление одного космонавта, он сделал просто феноменальное признание. Он сказал, что где-то в 2014, по-моему, как он сказал, было сделано единственное научное открытие на Международной космической станции. Когда они протерли иллюминаторы с внешней стороны, вот в этой пленке, которая на иллюминаторе отложилась за годы по лету станции, они нашли живые бактерии. Это реально несовместимая с современными представлениями о жизни находка, но в данном признании меня больше насторожило то, что это единственное научное открытие. Второй факт. За время существования МКС, вот с 99-го года, как первый модуль выявили, по сегодняшний день, на МКС побывал один российский ученый. Все космонавты — это либо пилоты, либо инженеры. Они могут выступать как ассистенты, когда им пишут подробную инструкцию, что нужно сделать, какой провести эксперимент. Но вот так, чтобы говорить, что МКС выполняет важные научные функции, это слишком громкое обещание, потому что реально, наверное, порядка 80% всей науки, которая делается на МКС, это, грубо говоря, обыкновенно-людев. То есть люди летают в космос, чтобы изучать биологию людей в космосе. Это не совсем то направление, которое там обещали в те же 80-е, когда там говорили, что там будут выращивать сверхчистые кристаллы, получать материалы, несовместимые с земной гравитацией. Все это как было обещанием в 80-е, так и осталось обещаниями на сегодня. Станция летает как такая база или даже энергостанция для различных приборов, которые можно было бы испытать и на спутниках, но на МКС получается проще привезти, поставить снаружи, и она летает как спутник, получает какие-нибудь полезные данные. Но, в принципе, все эти задачи можно было бы, или большую часть этих задач, можно было бы справиться и спутниками, и без людей, и это было бы гораздо дешевле, чем есть сейчас. Поэтому перспективы, в принципе, пилотируемой космонавтикой в виде станций, это еще такой сложный дискуссионный вопрос, который имеет больше политических обоснований, чем, собственно, научных или экономических. Все-таки как было с полетом на Луну и как есть с Международной космической станцией, по большей части это пафос и доказательство того, доказательство крутости тех, кто поддерживает и ведет эти проекты. Ну, просто демонстрация технологического превосходства. В данном случае Китай находится в догоняющей ситуации. Он, в общем-то, динамично развивается, но по тому пути, по которому уже проходил Советский Союз. Вот сейчас, в своем развитии космонавтики, Китай достигает примерно 80-х годов в Советском Союзе. То есть пика возможностей советской космонавтики, да и во многом, наверное, отечественной космонавтики, если российскую смотреть. То, что мог Советский Союз в 80-е, ну, по многим параметрам не мог никто, и может сейчас только НАСА за счет просто своего гораздо большего финансирования. И Китай дошел до строительства станции, ну, это фактически будет клон мира советского. Это будет китайская национальная станция, во многом похожая, повторяющая мир, хотя бы потому, что у них оказались все чертежи мира. Ну, это, в общем, китайцы, никто не сомневался в их возможностях. И они собираются ее запускать, они вот недавно, они ее уже производят, недавно они объявили, что готовы сделать ее станцией организации объединенных наций, то есть пускать туда всех. И, возможно, если они сдержат свои слова, и мир поддержит их предложение, эта станция станет еще более международной, чем, собственно, международная космическая станция. Но это пока, опять же, будущее. В контексте планов Америки у них нет своей станции. После МКС у них нет никаких планов строительства своей станции. Но при этом у них есть частник, относительно безумный, готовый вкладывать сотни миллионов долларов. Это, по-моему, Робертон Бегилов. Он владелец и заработал все свои деньги на сети гостиниц в США. И он решил сделать космическую гостиницу. И стал развивать технологии надувных модулей. Вот они здесь такие, видны, бочонки. Сейчас НАСА ему дал небольшой заказик, они сделали небольшой тестовый надувной модуль на МКС. Вот они его в начале лета развернули, он у них надутый такой, но он не используется, собственно, для жизни. И они идут туда по наставе всяких приборов, которые должны оценить перспективность надувных технологий в космосе. Там радиационные датчики, датчики на микрометеориты, на атмосферу и тому подобное. Если он должен два года пролетать на МКС, если все будет хорошо, и если Бегилов продолжит вкладывать в эту технологию, то не исключен такая вероятность, что когда кончится МКС, просто НАСА точно так же даст ему денег и скажет, строй нам космическую станцию. Конечно же, об этом объявят как о строительстве первой частной космической станции, но реально я уверен, что большая часть денег там будет от государства, от американского. Но опять же, пока нигде об этом не объявлялось, не заявлялось, но я думаю, что такая вероятность развития событий в таком направлении, но не исключена. Если говорить про совсем далекое будущее, про технологии, которые сейчас только-только теплятся в лабораториях, но в будущем, возможно, они сделают, позволят вывести космонавтику на новый уровень, обеспечат более динамичный и уверенный рывок и людей к другим планетам, и исследовательских станций, и, может быть, там даже за пределы Солнечной системы выбраться наконец-то. Здесь можно упомянуть несколько проектов. Во-первых, Росатом уже делает ядерный реактор космический. В принципе, ядерные реакторы делали уже в Советском Союзе. Как я уже говорил, тогда они перепробовали, переделали все, что только можно было сделать на том уровне технологий, и сейчас мы, в общем-то, от них недалеко ушли. Но, в принципе, и все это входит в такой совместный проект Росатома и Роскосмоса, так называемый транспортно-энергетический модуль ТЭМ. Там масса еще технических проблем. Создание реактора – это не самая большая из этих проблем, а скорее самая малая проблема. То есть технологически все уже готово, просто нужно взять и сделать. И Росатом его делает. Когда все это полетит, сложно сказать. Но, в принципе, это нужная вещь, потому что, если мы говорим про перелеты к тому же Марсу или к постоянному снабжению Луны или Лунной базы, то здесь вот химические двигатели, на которых летают ракеты, на которых летает большая часть космических аппаратов, они оказываются слишком неэкономичны. Заменить их можно на электроракетные двигатели. Они гораздо экономичнее, но у них проблема в том, что нету достаточно мощных двигателей. У них очень низкая, малая тяга, но при этом высокий импульс. То есть, если топливо в обычном химическом двигателе, его можно выбрасывать тоннами, но оно летит со скоростями порядка 3 км в секунду, это максимум, то у электроракетных двигателей получается выбрасывать, цедить совсем по чуть-чуть, но при этом скорость выброса этого топлива достигает 20-30 км в секунду. То есть он разгоняется медленнее, но улететь может быстрее, разгоняется в конечном счете на один и тот же объем или массу топлива, который можно было бы затратить химически или электроракетно. Но для электроракетного двигателя нужно много энергии. Сейчас он решается большими солнечными батареями. Вот дом, который возле Церера летает, он электроракетный, у него ионные двигатели. Но в перспективе, если нагружать его, если давать больше массу, либо стройматериал на Луну гонять, либо там людей на Марс, то здесь уже солнечных батарей не хватит. Или придется там строить такие лопухи, которые там просто несколько футбольных площадок. Но это несовместимо с реальностью, с реальной практикой. Поэтому реагерный реактор нужен. Если говорить о моих оценках, перспективе реального создания и запуска вот этого транспортного энергетического модуля, его целесообразность появляется только в одном случае. И первая возможность, когда появится смысл в его запуске, это строительство лунной базы. Пусть международной, не обязательно российской, но строительство лунной базы. Если лунную базу мы не строим, то его могут запустить, вот тоже, как я сказал, ради пафоса. Для практики он в космосе сейчас не нужен. Он нужен для решения более сложных задач, гораздо более сложного уровня, такой, как полет человека на Луну или строительство полет человека на Марс, или строительство лунной базы. Лунной обитаемой базы, соответственно. Самое интересное, что в Америке не разрабатывается ядерного двигателя, точнее, ядерного реактора, дающего энергию, но разрабатывается более эффективный электроракетный двигатель. Он должен быть на порядок, эффективнее, выше тягу иметь, чем современные ионные плазменные двигатели. И опять-таки, если говорить о международном сотрудничестве, то они, в общем-то, созданы друг для друга. Не так, как советские ракеты и американские самолеты, а как американские двигатели и наши реакторы. И вот здесь как раз тоже очень высокая перспектива для международного сотрудничества. С нашим реактором, с их двигателем мы гораздо быстрее долетим до Марса, даже в плане не смысла месяца или количества дней полета, а в плане того, когда произойдет дата пуска. Если все это объединить, вероятность полета повышается в несколько раз. Сейчас все-таки говорить про полет к Марсу через 20 лет можно постоянно. Ну, постоянно можно говорить, что через 20 лет полетим. Я точно так же в 90-е годы, наверное, одну из причин, почему меня заинтересовал космос и Марс, в том числе, мне попалась книжка «Назов таинственного Марса», очень красочная, большой такой практически альбом. И там в конце писалось, что вот там последняя страница была посвящена полету человека на Марс, и там писали, что да, сейчас это сложно, но вот в далеком будущем, году в 2015-м, люди обязательно полетят на Марс. Но вот сейчас можно то же самое сделать. Точно так же переписать эту книгу, только там с 15-го на 35-й переписать, и то же самое говорить, да, вот сейчас рано, вот лет через 20 мы обязательно полетим. Но пока не летим, и реально там много проблем, которые надо решить. Прежде всего там с целесообразностью, зачем лететь, это сложно объяснить. Но с этой техникой это будет проще. Еще одну технологию американцы тоже НАСА недавно презентовала, это электрический парус. Здесь уже нет ракет. Ну да, может быть, для подруливания какие-то будут использованы, но реально здесь используется энергия давления солнечного ветра. Просто все слышали, наверное, про солнечный парус, про большой там отражатель, растянутый в космосе, давление солнечного света, может разгоняться там. Он на самом деле не очень эффективен. В том плане, что чем больше тебе нужно доставить куда-нибудь, тем больше тебе нужно развернуть парус. А им управлять очень сложно, там и массы, и другие. В общем, куча всяких технических проблем вылезает, которые делают нереальным в настоящее время какой-либо серьезный проект, основанный на солнечном парусе. Электрический парус – это немного другое. И он использует солнечный ветер. Тут такой, с нашей точки зрения, парадоксальный факт. Солнечный парус не использует солнечный ветер. Солнечный ветер использует электрический парус. Потому что солнечный ветер – это потоки плазмы. Фактически это солнечная атмосфера, которая разлетается со скоростью до тысячи километров в секунду. От Солнца разлетается так называемая гелиосфера. И вот эти потоки, они имеют электрический заряд. И если растянуть провода в космосе и подать на них отрицательный заряд, там, по-моему, да, на провода… Нет, на провода нужно положительные подать, а у солнечного ветра отрицательные. За счет разницы, за счет этого отталкивания магнитного произойдет, появится тяга, и космический аппарат сможет двигаться. И здесь растянуть провода в разные стороны гораздо проще, чем растянуть гигантское зеркало или гигантский отражатель. И вот если их растянуть, то здесь они, там, реально, по-моему, они, то ли, по-моему, 700 метров. На 700 метров нужно от аппарата растянуть провода вот таким, в радиусе 700 метров. Чтобы… Зато за несколько лет он сможет долететь до Плутона и улететь дальше Плутона. То есть быстрее, чем современные позволяют полететь современные химические двигатели. И это движение будет на халяву, потому что Солнце толкает Солнце. Вот. Но это, опять же, будущее. Ближайшее, что… Вот по реализации этого проекта первое, что было сделано, это был запущен эстонский космический аппарат S-Cube как раз на базе Купсана. Он маленький вот такой был. Он должен вытянуть один провод и попробовать детективность этой технологии вот на одном проводе. Но он, к сожалению, не смог вытянуть этот провод, поэтому реально в космосе пока никто эту технологию не опробовал. Но перспективы вроде бы интересные получаются. Если говорить про совсем будущее и совсем фантастику, здесь сейчас обсуждается, по крайней мере, две идеи. Первая идея, такая разработка EM Drive, это что-то, которое собирается из подручных материалов. Это вот такое, фактически, медное ведро, конусовидное, сбоку, от которого установлен магнетрон от микроволновки. И при такой простой, казалось бы, конструкции, эта штука выдает ничтожную, но все-таки тягу. И факт наличия тяги подтвердили несколько научных групп независимо. Сначала подтвердили китайцы, все это разработал британец какой-то, который дал абсолютно антинаучное объяснение этому эффекту. То есть какие-то там виртуальные частицы и все прочее, кванты там уже читаешь и думаешь, что это вообще такое. Но факт тяги подтвердили сначала китайцы, потом лаборатория НАСА, потом уже начали всякие студенты, там немецкие студенты, румынские студенты. Ну это просто там, то есть штука собирается, ставится на весы, подключается питание и какие-то там граммы на весах пропадают. НАСА тестировал в вакууме все это дело и то же самое, ну там совсем ничтожное, но все-таки какая-то тяга появилась. И никто пока не может объяснить причину этого. Ну проще всего, и там проблема в том, что если мы ничего не отбрасываем, то мы и двигаться не можем. Проблема реактивной тяги. И фактически получается, его сейчас называют, там можно назвать, невероятным двигателем или двигателем, которого не может быть. Ученые там, которые не углубляются в эту тему, физики говорят, что это вот противоречит закону сохранения энергии, поэтому этого быть не можно. Не можно, значит это какие-нибудь ошибки в наблюдении. Сейчас вроде бы финские физики какой-то там механизм усмотрели, смогли пересчитать, связанный с фотонной интерференцией. То есть по их идее получается так, что это фотонный двигатель, но сам по себе поток фотонов, он совсем ничтожную тягу дает. То есть банально модель фотонного двигателя от любой фонарик. Но мы, конечно, от него тягу не ощущаем. Мы не ощущаем, потому что она совсем уж ничтожная. То есть по их расчетам получилось, что там некое взаимодействие вот в этой, из-за этой формы, волн получается так, что они увеличивают свою тягу. Так это и так, пока сложно сказать. Я вот недавно написал запрос в этот московский физтех с просьбой прокомментировать, чтобы наши какие-то физики смогли это прокомментировать и саму систему, и вот выводы финнов. Ну пока ждем. Мне пообещали прислать, когда будет что-то, я опубликую. Но пока сложно. Объяснений нет, но вроде хотя бы эффект какой-то есть. Ему уже там обещают перспективы, вплоть до, помните вот эти летающие устройства в матрице корабли, или машину из «Назад в будущее». То есть обещают вплоть до такого, но это, конечно, маловероятно, но что вдруг что-нибудь там получится вытянуть, и хотя бы конкуренцию, если ионным двигателем эта система составит, это, в общем, уже будет неплохо. Еще одна идея была опубликована 12 апреля, «Break for a Star Shot». Идея на самом деле с одной стороны безумная, с другой стороны очень логичная. Попытка достичь, запустить космический аппарат к ближайшим звездам. Сейчас эта задача по-прежнему очень сложна и невыполнима. Ну точнее, запустить-то можно, но вот дожить до того времени, когда он долетит, нельзя. Потому что там тысячи лет. То есть Voyager все, вот он дал, мы уже улетели к звездам. Два Voyager, новые горизонты, точно так же. Мы уже их запустили к звездам. Но хорошо, если человек как вид доживет до того времени, когда они долетят до ближайших звезд. Здесь идея запустить космические аппараты, которые долетят за 20 лет. И эта задача несовместимая с современными возможностями человечества в принципе. Но при этом там идея какая. Если мы вот говорим, что там раньше были космические аппараты под потолок, сейчас они будут размером с чемодан, они предполагают, что через 20 лет такой же космический аппарат можно сделать 1-граммовый в габаритах почтовой марки, ему придать небольшой солнечный парус, ну даже не солнечный, а световой парус. Примерно там диаметром может быть в метр, или там радиусом в метр. Но не использовать солнечный свет для старта, а заменить его на гигантский лазер, который будет бить с Земли или там с Луны в этот парус. Идея безумная в том плане, что да, лазеры как бы уже изобретены, но вот чтобы запустить такой аппарат, 1-граммовый аппарат размером вот с почтовой маркой вот с таким парусом, современными мощными киловаттными лазерами нужно уставить поле размером 10 на 10 километров. Соответствующим образом запитать, я там прикинул, там нужно 2,5 атомной энергетики России подключить к этой системе, или 1 атомную энергетику США, чтобы дать нужную энергию, чтобы запустить вот этот 1-граммовый спутничек со скоростью 1,5 скорости света, это примерно 60 тысяч километров в секунду к другой звезде, и он должен долететь за 20 лет. Там есть огромное количество проблем, но на сегодня это вот самое ближайшее, хотя бы там они примерно прикинули, как можно эти проблемы решать. И пока да, пока до звезд нам далеко, это достаточно безумная идея, но для такого лазера можно найти некоторые применения для перемещения в солнечной системе, точно так же по их расчетам получается, если вот не 1-граммовый спутник запускать, а 10-ти тонный, то до Марса он может долететь за 3 дня. Но проблема в том, что для того, чтобы затормозить у Марса, нужно на Марсе такую же систему, такой же гигантский лазер, постой, чтобы стрелять в него на подлете, чтобы затормозить его. Ну, то есть, там дел хватает еще, но в целом они, по крайней мере, занялись решением этой проблемы. И дальше, если они сделают 1-граммовый космический аппарат, это уже будет прорыв в космонавтике и уже будет хорошо. Идею эту предложил такая группа ученых, в которую входит Стивен Хокинг и российский бизнесмен Юрий Минер. со-основатель Mail.ru. И там даже, когда это объявили, только в комментариях там появилась такая фраза, да я право для Рамиль, я поставлю собственноручно, лишь бы поддержать этот проект, если они действительно космический аппарат запустят другим звездам. Но пока, по крайней мере, они выделили 100 миллионов долларов на решение этой задачи. Это был фитосоридно для таких теоретических разработок, но это примерно стоимость одной ракеты, которую летают сейчас, так что в масштабе космонавтики, в принципе, это не такая же большая сумма. Но их поддержал пока на словах, правда, Марк Сутерберг, так что, в принципе, с деньгами у них проблем быть не должно, но вот с физикой у них проблемы серьезные. Но все-таки об этой разработке стоит упомянуть. Если говорить о будущем за 20 лет и дальше, то здесь надо все-таки надеяться и ожидать, что начнется таки у нас использование ресурсов космоса. И здесь самый ближайший ресурс, о котором очень не любят говорить те, кто говорит, мы будем добывать полезные ископаемые на Луне, мы будем добывать полезные ископаемые на астероиде, самый ближний, самый чистый в плане чистоты материала, чистоты руды, так сказать, источник космических ресурсов, это космический мусор. Просто его летает уже много, его собирать гораздо проще, чем лететь и добывать какие-нибудь полезные ископаемые на те же астероиды, чистейшие металлы, бери, используй, строй всего этого что-нибудь другое в космосе. пока таких идей нет. Самый забавный, что ли, проект по утилизации космического мусора предложили японские студенты и в них вложили 30 миллионов долларов в какой-то китайский фонд. Эти студенты разработали клей, который не высыхает в вакууме. и то, что их идея борьбы с космическим мусором борьбы пока, не добыча полезных ископаемых. Борьбы это взять спутник, обмазать его этим клеем и запустить в космос. И он будет летать, все, что на него с ним столкнется, все к нему приклеится и все соберется. Это самое ну, очень штука будет очень неэффективная, но при этом наверное очень реальная в том плане, что другие идеи по борьбе с космическим мусором они еще менее реальны и менее целесообразны. То есть есть идея запускать спутник, который будет ловить другие спутники и утаскивать их в атмосферу. Но при этом при запуске этого спутника от ракеты отлетают всякие гайки там болты и все остальное и это создает еще больше космического мусора, чем ты победишь схватив один спутник и утащив его на землю. Поэтому вот это такое кролик Роджера по-моему было приключение с этим со смоляным чучелом. Это способ борьбы с космическим мусором мне кажется самым забавным и при этом достаточно эффективным. Но если говорить о преобразованиях, то пока о добыче и переработке космического мусора пока идеи нет. Сейчас прорабатываются идеи на достаточно серьезном уровне. Это перезаправка космических аппаратов. Потому что сейчас многие спутники геостационарные, телекоммуникационные выходят из строя или отказываются от эксплуатации не потому что они сломались или что-то перегорело, а просто потому что у них кончилось топливо, которое не позволяет их держать в одном месте и их просто отводят подальше, чтобы на их место встал другой телекоммуникационный спутник, который может висеть над одной точкой поверхности и, соответственно, транслировать сигналы уже на землю. Идея в этом плане, что вот такие спутники, у которых заканчивается топливо, на которые могут еще работать, к ним можно подплывать, подлетать точнее, и перезаправлять. Такие технологии сейчас уже развиваются, финансируются. Недавно, по-моему, Китай приступил то ли к разработке, то ли уже заправил один свой спутник. То есть они на достаточно серьезном уровне в этом направлении. Есть еще одна идея, так называемый спутник-зомби, когда висит какой-нибудь телекоммуникационный спутник, может быть, вышедший из строя, может быть, не вышедший из строя, сзади к нему подлетает другой спутник и подключается к его антеннам. И использует уже чужие антенны для своих целей. Это, в общем, такая полувоенная технология, финансируется она американским министерством или кто там, агентством DARPA. В общем, но это попытка еще каким-то образом использовать космический мусор. С астероидами сейчас есть как минимум две компании, которые объявили своей целью добычи полезных ископаемых. Это Deep Space Industries и Planetary Resources. В них вложены достаточно большие деньги для того, чтобы они могли работать, то есть там несколько миллионов долларов, но недостаточно для того, чтобы они начали добывать полезные ископаемые. И реально они говорят про платину, про редкоземельные металлы. Deep Space Industries они собираются разработать, или уже сказали, что разработали 3D-приттер, который печатает в невесомости, то есть в их идеях лететь на астероиды, добывать там руду, печатать из нее прямо там в космосе какие-либо стелия, а потом пытаться их кому-то продать в том же космосе. Ну там грубо говоря там подлететь на МКС и сказать продать им новые качественные ключи там напечатанные в космосе, еще что-то вроде этого. Сложнее что-то вряд ли они смогут напечатать, но по крайней мере работа в этом направлении уже ведется и будет интересно посмотреть на перспективы. Но если говорить об экономической перспективности добычи полезных ископаемых, то самое реальное, что там можно добывать достаточно легко, перерабатывать и применять в космосе это вода. Что Луна в этом случае, что астероиды воду есть смысл там добывать, есть смысл продавать на ту же МКС или из воды делать топорем или перезаправлять спутники другие. То есть какое-то применение всему этому найти можно и воду добыть гораздо проще из того же грунта лунного или астероидного чем какие-либо металлы. Ну просто по-наю нагреть до 200-300 градусов и вода уже испарится. Для той же платины или никеля потребуется гораздо большая затрата энергии и гораздо более серьезные системы для этого. Поэтому в ближайшие десятилетия я все-таки не буду обещать годы. Если что-то и начнется добываться в космосе, то это вода. вот еще как раз про микроспутники мы дошли. Сейчас наноспутники от меньше 10 килограмм, микроспутники от 10 до 100 килограмм только начинают развиваться. Много компаний появилось, которые объявляют, что будут зарабатывать с этой помощью. Одну я уже упоминал по плане «Интернетлабс». Они собираются фотографировать. Есть еще компания «Спайр», которые собираются устраивать телекоммуникационные спутники делать, но не для интернета, а для сигналов небольшого объема. То же самое передача «Реалтайм», большое количество спутников на орбите и достаточно дешевые. Вообще компания «Спайр» появилась из-за того, что называется межмашинное взаимодействие или «Интернет вещей» более красивое название. Компания «Спайр» появилась из группы энтузиастов, которые решили собрать денег на «Кикстартере» и построить спутник на базе «Ардуино». То есть это на базе практически конструктора радиотехнического. И они собрали почти в два раза больше, чем собирались, чем просили. Просили 60 тысяч, собрали, по-моему, 104 тысячи. Сделали два спутника, запустили их с МКС, они включились, чуть-чуть поработали. И в этих ребят сначала 100 тысяч долларов, потом 60 миллионов долларов, и сейчас эти ребята готовят несколько десятков таких спутников для выведения на орбиту и, в общем, занятия бизнесом. Очень перспективные ребята. вот съемка земли как раз вот фото спутника Planet Labs и вот здесь он, наверное, побольше, ну, раз в два, наверное, побольше, чем вот эта фотография. То есть это реально вот такой аппарат. Это, в общем, большая часть его это просто фотокамера или телескоп, который смотрит Землю, все остальное системы управления, ну, и там, солнечные батареи раскладывают. И вот те спутники, те сотни спутников для глобального интернета, о которых я говорил в самом начале, их разрабатывают компания Airbus, компания SpaceX и они точно так же скорее всего будут небольшие, скорее всего будут стоить сотни тысяч долларов, а не миллионы, как обычно стоят спутники. Если вот говорить про спутники Даурии, вот такой аппарат весит 10 килограмм и стоит дороже, чем кусок золота такой же массы. И большая часть, причем электроника дешевая относительно, и самая большая стоимость в этом это человеческий труд. Работа специалистов. Если их выпускать десятками и сотнями, цена должна еще снизиться, потому что это серийный как при серийном выпуске. И перспектива таких разработок в общем есть, и можно, ну, по крайней мере, надеяться или верить, что будут эти спутниковые группировки размером там объемом в сотни аппаратов. Деньги их вроде бы есть. Тут самая большая проблема с экономической эффективностью. Если 4G-сети захватят весь мир, то тогда смысла в таких спутниках уже не будет. Но они еще надеются, что этого не произошло, что Африка пока без всего этого дела в Индии тоже с этим мало, а народу много, все хотят пользоваться интернетом. Даже SpaceX еще не говорят, как все это будет технология реализована, а вот OneWeb, у них Airbus будет производить спутники для OneWeb, у них идея, там куча всех участников, Vision Galactic, и Coca-Cola даже, и у них идея вплоть до того, что там будет некая база, которая будет принимать спутниковые сигналы и будет вокруг себя раздавать Wi-Fi. И в мечтах Coca-Cola это выглядит как в случае с Африкой, как выглядит просто большой автомат по продаже Coca-Cola, который раздает Wi-Fi. То есть они надеются, что местные племена будут стягиваться к этому автомату, привлекаемый Wi-Fi, и, соответственно, окупать установку всего этого для Coca-Cola. В общем, и там мечт, много всяких. Но вот эта идея с базой, например, вот такого размера, с автомобильным колесом, они уже обнародовали все эти системы, то есть поставить на автобус, на корабль, на массу других средств передвижения, загородный дом, и, в общем-то, оказывается, система вполне работоспособна. Это не так, как там непрямой интернет в карман, на смартфон. Но все-таки много где эта вещь может пригодиться, поэтому высокая вероятность того, что ее все-таки реализуют. и развитие частных спутников, здесь плохо видно, ракета черная, электрон, развитие большого количества компаний, которые делают или собираются делать микро- и нано-спутники, породило новую волну в развитии ракетостроения. Мы говорили там про многоразовые ракеты, про сверхтяжелые ракеты, и сейчас прогресс пошел в обратную сторону, в производство сверхлегких ракет, то есть то, чего раньше могло быть интересно только военным, например, для того, чтобы спутники сбивать, вражеские. А сейчас появляются компании, но вот здесь их две привел, российский ЛИН и Рокетлаб Новозеландский. Реально их уже к десятку подходят, уже норвежцы делают такую ракету, несколько американских компаний делают такие ракеты. Идея та же самая, выведение спутника до 200 килограмм, до 100 килограмм на низкую околоземную орбиту, и инициаторы этих проектов надеются, что такая услуга будет востребована, и такие ракеты будут покупаться. Сейчас ближе всего к реализации продвинулся как раз Рокетлаб. У них очень классная ракета, там столько всяких реальных инноваций, которые никогда не применялись для этой цели, или применялись в очень урезанном виде. То есть там 3D-печать двигателей, и гелеобразное топливо, и углепластиковый корпус ракеты, и электрические двигатели, которые качают топливо в ракетном двигателе, электропривод. Таких вещей не делал еще в ракетах никто. Ну, углепластиковые ракеты есть, но они твердотопливные, а жидкостных не было углепластиковых. Вот у них будет. То есть столько всяких новаций на толпе, и по их выкладкам получается, что ракета будет стоить примерно 5 миллионов долларов. Это гораздо дешевле, чем 100 миллионные ракеты сейчас, 60 миллионные Falcon от Space X. Но все равно если на килограмм пересчитывать, они будут очень дорогими. И маленькие спутники их по-прежнему будет гораздо выгоднее запускать попутно. То есть летит большая ракета, на ней большой спутник, но если у нее есть запас по массе, можно туда мелочи всякие понаставить. Сейчас таким образом запускаются десятки разных спутников мелких на микро. Поэтому лично у меня есть большие сомнения в перспективности вот таких микроракет. Смысл в таких микроракетах только два экономических. Во-первых, не нужно ждать пуска большой ракеты. Например, сейчас в Даурии спутники стоят уже готовые, но будут еще полгода стоять в сборочной цехе, просто потому, что ракета, которая должна их вести, она полетит вот через полгода или даже больше. Мы не знаем даже, когда она полетит. Если частнику нужно... Ну, а тут чем... Как только ты построил спутник, если он не летает, ты несешь убытки. И здесь уже просто нужно прикидывать, готов ли ты сейчас переплатить за старт в ближайшее время или готов полгода подождать до старта. Гораздо дешевле, но попуткой. Второй момент, что ракеты выводят спутники туда, куда нужен, если мы про большую ракету говорим, то ракета летит туда, куда летит большой спутник. Но если для большинства спутников прикладного назначения нужна одна орбита полярная, туда много чего летает, и в общем-то таких вопросов нет в том, что там, что мне нужно куда-нибудь еще. Но если когда-нибудь какому-нибудь частнику понадобится лететь куда-нибудь еще, ждать попутную ракету туда можно очень долго. И здесь, конечно, эту задачу можно было бы решить. вот такой частной ракетой дороже, но сразу и туда, куда тебе надо. Но это очень мало таких спутников. И сколько команд сейчас появилось, кто делает эти ракеты, очень маловероятно, что все они найдут заказы на такие пуски, поэтому многие из них сойдут с дистанции. И здесь вот Лиг Индастриал, который пока больше похож на ракетомодельный кружок, они, к сожалению, проигрывают там уже против лапу, у которого запуск уже в этом году обещан. Но для меня тоже интересует, как и странно их профинансировал один из сооснователей и со-владельцев варгейминга, который танки сделали. И тоже самые были комментарии о том, что там да, я буду рубиться в танк ради поддержки отечественной космонавтики. Ну, там совсем еще незначительные деньги по меркам космоса. Они, конечно, работают, но они очень сильно отстают от конкурентов европейских или американцев. Ну и последний момент, о котором мы еще не поговорили, это космический туризм. Есть такой американский инженер Бертру Тан, разработчик вот этого ракетоплана, один из пионеров космического туризма, который не запустили пока ни одного туриста в космос. Есть видео выступление его на тете на конференции 2005 года. И оно начинается словами «Русские нас опять обогнали». На этот раз обогнали в космическом туризме. И действительно в 90-е годы, ну там в начале 2000-х, когда у Роскосмоса дела были хреново, финансирование было гораздо ниже, чем даже сейчас, наши решили подзаработать с возрастом туристов на МКС. по-моему, 8 человек в 2000-е слетали, заплатили самый дешевый билет был 20 миллионов долларов, сейчас вот 55 миллионов долларов цена называлась, но певица Сара Брайт отказалась от полета, там непонятно кто-ли денег только не нашла, кто-ли передумала что-то. В общем, и это единственные туристы, которые слетали в космос. Благодаря его с космосом. При этом есть куча сейчас западных ближе всего продвинулись в этом направлении вот Vision Galactic и Blue Origin. У Vision идея с ракетопланом, который взлетает на борту другого самолета, на высоте примерно 15 километров стартует вверх, долетает до высоты 100 километров, официально это считается границей космоса, вылетает за эту границу и летит вниз. Похожая ситуация с проектом Blue Origin, только здесь ракета, которая отправляет капсулу на высоту примерно 105 километров. Люди, вернувшиеся, совершившие этот полет, входят в число людей и считаются людьми, совершившими космический полет. Они не становятся космонавтами или астронавтами, но в принципе в Америке они еще могут претендовать на звание астронавта, но космонавт это вообще запись в трудовой книжке. Это должность, звание, которое получает человек. Даже если ты слетал, туристов с возили, они стали все равно космонавтами, хотя их даже возили на российских кораблях, у них были российские скафандры. Ну, космонавтами они не стали, но они стали людьми, совершившими космический полет. То же самое можно сделать, не выбираясь на орбиту, не добираясь до космической станции, только выглянул в космос, летишь назад и все, ты уже можешь считаться космонавтом. Ну, не космонавтом, но человек, побывавший в космос. Предзаказы у Virgin Galactic уже идут на сотни. То есть люди там билет стоит 250 тысяч долларов, в отличие от роскосмосовских десятков миллионов. И там, по-моему, нужно заплатить 5 тысяч долларов как за предзаказ и ждать своей очереди. А очередь еще не скоро придет, и технологии задержались, так оказалось. Они оказались сложнее, чем ожидали. Первыми начали как раз Virgin Galactic, но они до сих пор часто их уже влюблый режим обходят. У них ракета, она даже многоразовая, она 4, по-моему, раза уже слетала, вернулась. Корабли без людей пока уже слетали тоже до космоса. Ну, по-моему, в 17-м году, они что-ли готовы перейти на людей. В России похожая система разрабатывается компанией Cosmocourse, но точно таки только в ситуации с Лином у них пока еще уровень бумажный, все еще в разработке и до запуска. Они обещали 20-й год, но, как правило, подобные обещания, подобные даты имеют характер сдвигания гораздо дальше, как говорят в космонавтике, вправо. То, может быть, не в 20-м, но все-таки в 20-м году они надеются повторить то, что приори же совершили в прошлом году. Вот такое отставание. Но надежда на то, что желающих оказаться в космосе, имеющих 250 тысяч долларов, будет много, и до 20-го года им еще кто-то останется. Но они, в общем, продолжают и вполне оптимизмно, так сказать. На этом у меня все. Можно перейти к вопросам, если не усыбил. Спасибо.